Добро пожаловать в похудение для гурманов. Я доктор Ирина Коллс, программа поддерживается сетью супермаркетов «Базар» в Массачусетсе. Сегодня мы приготовим салат с креветками в азиатском стиле. Используем овощи, красную капусту, ростки, это нам, маме, горошек, креветки для салата. И, в общем-то, это вы сами выберете, будете вы использовать или нет орешки сверху. И соусы, как семечковый соус, и уксус, и соевый соус, и чеснок. Я начну крошить эту капусту. И хочу сказать, почему я люблю этот салат и поделиться с вами его достоинствами. Дело в том, что летом, все-таки, тем более нашим бостонским нынешним, таким жарчайшим летом, очень влажным, в общем-то, есть тяжелую еду. Ну, и не очень-то и хочется ничего готовить, да и не очень полезно, правильно? Ну, хорошо, остаются тогда салаты, зеленые салаты. Но зеленые салаты, во-первых, от них не насыщаешься, во-вторых, они все-таки недостаточно в плане питательном, поэтому нужно добавить белки. И вот именно эту роль будут играть креветки, это белки животного происхождения, но не насыщенные жиры. Это исключительно-исключительно полезный белок и исключительно полезный жир. То же самое орешки. Орешки – это растительный белок, растительного происхождения, и жир в нем не насыщенный, поэтому не нужно бояться есть орехи. Все орехи низкогликемические, их гликемический индекс только 15, и не нужно бояться этих жиров, потому что они очень полезны для всего. Ну, вот, тем временем я накрошила тут капусту, беру ее в большую миску. Нормы в рецепте, который вы найдете на веб-сайте, там я использую один стакан всего, и примерно нужно, чтобы было одинаковое количество. Ну, это примерно, это салат, что-то. Когда покрошили капусту, ее надо посолить, ну, и помять таким образом, чтобы она дала сок и была мягче в салате, потому что, если она будет сама по себе такая неразмягченная, она будет как-то так стоять в стороне от всех других ингредиентов, потому что все остальное у нас достаточно такой мягкой консистенции. Ну, вот, долго здесь тратить времени совсем даже не нужно, вот она дала немножко сока, выглядит душевно, и теперь вот она такая более не мягкая, такая вот эластичная, хорошее слово. Окей, теперь берем росточки. Росточки – это совершенно изумительная еда, вообще вы их найдете во всех магазинах, они бывают из разных зерен. Это альфа-альфа, росточки, это из зерна альфа-альфа, которая очень хороша, полезна для коней. Часейн, ничего не сказал. Вот, и бывают из цветной капусты, бывают из брокколи, бывают из горошка, никакого значения в плане питания нет, на вкус они немножко отличаются. Поэтому выберите для себя, какие вам нравятся, и используйте те, которые вам нравятся. Шримпы, креветки, готовые для салата, уже вареные, уже почищенные, ничего не надо тут мудрить. И горошек замороженный, он был замороженным, донами вот эти вот горошек, и размораживается прямо в мешке, промывается водой, и, пожалуйста, тоже готов к употреблению. Ну вот, вот это четыре ингредиента основных. Естественно, как, я немножко начну, чуть-чуть его перемешаю, пока он сухой, потому что вот трудно перемешиваются ростки, они как-то так в кучку собираются. Ну так аккуратненько, если набраться терпения, постепенно они у нас размешаются с другими ингредиентами. Ну, как многие салаты, вкус салату действительно придает, конечно, соус. Поэтому мы приступим к изготовлению соуса. Что нам нужно? Четверть стакана обычного уксуса. Обычный белый уксус, четверть стакана, четверть кап. Готово. Теперь две столовые ложки семечкового вот этого, кунжутного, кунжутного масла. Две столовые ложки кунжутного масла. Вот оно сразу придает вот этот вот аромат, вот этот вот по-азиатски, что ли, так сказать. И одна столовая ложка соевого соуса. Вообще, обращайте внимание, соевый соус очень хорош для многих блюд. Ну, я бы советовала все-таки покупать low sodium. И обращайте внимание, чтобы не было сахара. Некоторые компании, причем я бы даже сказала большинство компаний, выпускают соевый соус, который содержит сахар. И это самое последнее, что нам нужно сделать шикарный салат и испортить его сахаром. Так что это имеет смысл обратить на это внимание. И гарлик. В этот раз я буду использовать вот минс такой гарлик, чеснок. И на самом деле он, мне кажется, что для салатов он более нежно получается. И не все так очень хорошо как-то любят вот этот вот вкус. Здесь получается, что он как-то сливается лучше. Если вам нужен один зубчик, то вы берете половинку чайной ложечки. Вот, половинка чайной ложечки. Да, по-моему, в рецепте написано один зубчик. Ну, теперь вы будете знать. Соль. Мы немножко посолили капусту, но все равно. И перец. Соль и черный перчик. И все. Ну вот, соус нужно хорошо перемешать. Уже такой запах пошел. Ароматный этих масел. Вот. И аккуратненько выливаем на салат. Красота. Ну вот, самое тут, как я уже сказала, сложное в этом салате, это перемешать ростки. Они такие, ниточкообразные. И не сливаются, они какие-то комочки образуют. И это самое такое у нас тут получается. Вызов бросаем. Красивый. Смотрите, какое сиреневое, розовое, зелененькое. Он очень красивый. Имеет смысл сделать его немножко раньше. Потому что вот овощи хороши, когда они пропитаются немножко соусом. Вот, в всяком случае, данным соусом. И, допустим, если вы сделаете за час-два до прихода гостей, поставите в холодильник, то, конечно, произойдет вот такое слияние вкусов. И это будет выигрышно для вашего стола и для салата как такового. Ну вот, я думаю, что мы победили примерно этот перемес. И будет хорошо. Вот такой красивый салат у нас получился. Азиатский с креветками. Я, конечно, очень рекомендую, если у вас нет никаких противопоказаний, посыпать его солеными поджаренными орешками. Ну, вот это арахисовые орешки. Этот раз даже я купила 50% меньше соли. Так что, тоже хорошо. Они, конечно, очень сильно добавляют вкус. И всякие азиатские блюда очень часто их действительно содержат. Ну что, такой салат. Прекрасный ланч, обед. Прекрасная закуска для компании, для пикника. Ну и даже, может быть, и дети не погнушаются взять в школу на ланч. Вы смотрели «Похудение для гурманов». Оставляйте комментарии. Найдете рецепт на www.waydestiny.com И больше видео, и больше рецептов тоже там. Спасибо Эктон Телевидению за нашу программу. Всего вам самого хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!